Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня посылка с интернет-магазина Любимый Василек. Пока ехали с почты домой, сын каким-то образом снял пломбу. Вот как у детей получается казалось бы невозможно. Эти маленькие пальчики все смогут открыть отвинтить. А сама иногда пытаюсь, с трудом получается. В общем, заказала подушку. Подушка на гусином пуху. Высокое качество не вызывает аллергии. Очень хорошо сделан продукт. Такая вот золотая тесьма по контуру. Подушка не мягкая, не как пушинка. Я люблю очень мягкие подушки, чтобы вот прям в них, как в облачко, голова окуналась. Раньше такие брала у Василька и сейчас у нас такие. Но мужу они не нравятся. Ему неудобно спать на мягкой подушке. Взяли на пробу вот такую. Она не жесткая и даже, по-моему, не средней жесткости. Но и не совсем мягкая. Что-то среднее между мягкой и средней жесткостью. Чувствуются перышки внутри. По просьбе подруги взяла в свою посылку комплект постельного белья, чтобы она отдельно не заказывала, чтобы все пришло одной посылочкой. Она захотела сатин. Размер евро один. Это на двуспальную кровать подойдет. В этом комплекте четыре наволочки. Две размером 50 на 70 и две размером 70 на 70. Расцветка очень красивая. Смотрится дорого богато. Но это, конечно, только мое личное мнение. Мне сатин не очень нравится. Как бы это объяснить на ощупь, он как будто вот такой немного скользкий. Такого ощущения нет ни у бязи, ни у поплина, ни у перкаля. Есть еще сатин комфорт у любимого Василька. Вот эта ткань очень приятная к телу. А этот сатин, ну, вот по мне такое чувство, что он немножко скользкий. Но это особенность ткани и мои личные предпочтения. Моя подруга уже пользуется этим комплектом и без ума от него. Как от внешнего вида, так и от качества. Вверх пододеяльника и две наволочки темного оттенка. А низ пододеяльника простынь и еще две наволочки светлые. Смотрится очень достойно. Пододеяльник и все наволочки на молнии. Тут еще куча мала осталась. Впереди осень. Заказала всей семье носки. Очень нравятся носки у любимого Василька. Особенно нравится цена. Носки продаются набором в основном по 5-6 штук. Хорошие обычные. ХБ носки плотненькие. Взяла мужу два комплекта. Также себе взяла носки. Мне нравятся невысокие, но и не как слитки. А нравится по щиколотку. Очень много разнообразных, интересных и веселеньких принтов. Вот, например, набор под настроение, так сказать. И носочки сыну. Заказала костюм сыну в сад. Уже нужно готовиться к осени. Еще немножко и утром нужно будет что-нибудь с длинным рукавом надевать в сад. Хотя надеюсь, что тепло подольше продержится в глубине души. Надежда живет и не умирает. Еще одни штанишки. Эти уже гораздо теплее. Не думала, что они такие тепленькие, но ничего. Все равно пригодятся. Еще заказала набор кухонных полотенец. Такие вещи нужно периодически обновлять. По крайней мере в нашей семье. Я кухонные полотенца очень часто стираю. И, конечно, такое количество стирок откладывает отпечаток на внешнем виде. Заменю старые полотенца на вот такие веселые и милые новые. Ссылка на интернет-магазин Любимый Василек будет в описании под видео. И на все товары из видео также постараюсь оставить ссылки в описании. По ссылке это, конечно, здорово, но пора переходить к работе. И вот такие ручки сегодня у меня в работе. Работа не моя. Клиентка ходила к другому мастеру. Работа достаточно аккуратная. К покрытию 3 недели и все хорошо относилось. Снимаю старый материал до тонкой подложки. Убираю длину. Эта клиентка любит короткие ногти. Сейчас работаю китайским аппаратом. Он менее мощный, чем стронг. Это сейчас особенно заметно. На снятие старого материала уходит гораздо больше времени. Но, тем не менее, постепенно материал снимается и аппарат с ним справляется. Продолжение следует... Пилочкой придаю форму свободному краю. Прохожу пилкой по поверхности. Убираю глянец отрызшей части ногтевой пластины и распушиваю чешуйки ногтя. Апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. Открываю под кутикульный карман. И теперь фрезой прочищаю. Писали в комментариях, что китайский аппарат менее мощный, но для неопытных мастеров это своего рода плюс. Так как мощность аппарата меньше, то, соответственно, меньше вероятность припилить кожу. Возможно, доля правды в этом есть. По крайней мере, все достаточно-таки логично. Скажу, что в работе на китайском аппарате привычные 17 тысяч мне кажутся слишком тупенькими. Как будто аппарат не справляется, не успевает за мной. Сейчас подняла аппарата до 25-30 тысяч и вроде бы пошло дело. Работаю, как обычно, с приключением реверса. Продолжение следует... Даже этим аппаратом можно перепелить кожу. По аналогии с фрезой пламя. Я и на эту фрезу поставила скорость побольше и не рассчитала и перепилила немного кожи в уголке. Сразу снизила обороты и работа пошла гораздо лучше. Так что всегда нужно быть внимательным и аккуратным. При работе с шаром, если кожа не поддается срезу, нужно на нее немножко надавить. Но на высокой скорости шар сразу делает пропил, если не надавить на кожу. Поэтому, если кожа не поддается, понижаем обороты. Это дает возможность немного надавить фрезой на кожу. Шар подхватывает и срезает кутикулу. Как только кутикулу фреза подхватила, можно ослаблять нажим и дальше работать по кутикуле. Она уже будет хорошо срезаться. Убираю пыль. Ногти готовы к покрытию. На подготовленные ногти наношу праймер. Наношу грунтовочный слой базы, втирая материал в поверхность ногтя. Укреплять буду гелем. Хоть длина и небольшая, но форма квадрат. Уголки, конечно, немного скрогулили, но все равно база их держать не будет. Я уже проверяла. Поэтому на этих руках с этой формой носится хорошо гель либо полигель. Сегодня клиентка захотела черно-серый маникюр. Ногти с дизайном будут черные. Второй слой уравнивает цвет кутикулы. Остальные ногти будут серенькие. Оттенок от фиора. Он такой вот полупрозрачный. Я его наносила в три слоя. На черном фоне белая гель паутинка. Рисую веточку. Теперь рисую листики. Субтитры сделал DimaTorzok На соседнем черном ногте будет просто один листик. Гель-паутинка. Они получаются такие вот угловатые. Может не всем понравится такой вариант, но мне как-то зашли эти листики. Смотрится интересно и не заезжено, необычно. Перекрываю матовым топом. И у меня есть вот такие блестки. Они очень круто мерцают, особенно на черном фоне. По ощущениям здесь как будто в прозрачной основе хлопья юбки. Могу ошибаться, но вот на вид мне показалось, что это именно они. Брала на Алиэкспресс. У продавца есть разных оттенков. Ссылку оставлю в описании. Наношу блестки на половинке каждого листика. На блестки и на серые ногти я нанесла кляцевый топ. И вот такой маникюр получился. Настроение уже ближе к осени создает этот маникюрчик. Но это только единственный случай. Почему-то клиентке сегодня вот такое настроение. Серо-черное. Непонятно. Остальные мои клиенты пока хотят летние яркие ноготочки. Так что подписывайтесь на канал. Еще будут яркие летние видео. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить их. Ну а я жду от вас лайк. Мне будет очень приятно. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok